Привет, друзья! Приветствую всех на канале! Я думаю, вы уже подписались давным-давно. Начинаем! Наш герой уже подрос, он уже возбуждал и стал юношей, красивой, привлекательной девушкой. И что же... Да, ему уже около 20-25 лет. Что же с ним происходит дальше? Вот обычно с этого возраста начинают описывать. Это не всегда так, но сколько я прочитал книг, обычно вот такого либо подростков описывают в начале, либо уже взрослых людей, взрослых, 20-20 летних. Что важно? Тут важна близость. Формируется либо близость, либо его антипод-изоляция. То есть, стремится быть один или одна. И что происходит? В поздней юности и ранней взрослойности центральным противоречием тут является конфликт между близостью и изоляцией, как мы уже сказали. И, конечно же, это не только сексуальная близость, это, прежде всего, эмоциональная близость, близость душ, родство душ, стремление к созданию отношений. Вот именно сокровенное чувство, которое испытывается не только между противоположным полом, но и к друзьям, братьям, сёстрам, родителям. То есть, это чувство, когда нам хорошо с кем-то общаться. И формируется вот эта способность отдать себя часть или не формируется, но в норме она формируется, отдать часть себя другому, и при этом не теряя своей идентичности. Это важно. Потому что нас учили, что если любишь, то люби без остатка, полностью погружайся в человека. А вот это забвение себя, оно может выйти и Богом, и нам, и тому человеку, которого мы любим. Потому что, когда мы полностью погружаемся на другого человека, то у нас, соответственно, очаровываемся им. То, когда происходит, что-то или кто-то снимает у нас эти розовые очки, а у нас появляются чёрные очки. То есть, мы видим только недостатки. Мы разочаровываемся, мы видим почти всё, как есть, только подсвечиваем уже в этот раз не светлые стороны. А чёрные, теневые стороны нашего, ну, с человеком, с которым мы общаемся. И также у героя, у героя тоже может быть, он отдаёт себя другому и может потерять свою идентичность. Или же он, беря у другого, не отдаёт часть себя. Вот такой вариант в развитии тоже может быть. Это может быть, кстати, не только сам герой, ну, именно главный герой, ваший, а протагонист. Вот протагонисты обычно показываются как раз те люди, которые не способны, ну, или, по крайней мере, не хотят в данный момент, как минимум, отдать себя другому. Ну, и при этом они часть своей идентичности не раскрывают. То есть, тут важно разошить этот конфликт. И если другие конфликты из предыдущих этапов не разрешены, то есть человек не доверяет, или он не понимает своё тело, не понимает, боится проявлять инициативу, или же всё вместе, или не чувствует себя компетентным, умелым, и не любит, то это всё наслаивается, наслаивается, и в итоге получаем то, что получаем. Обычно вот у протагонистов вот этот глубокий противоречий очень-очень-очень заверчен, заверчен, и не нравится какую ниточку дёрнуть. Кстати, протагонист тоже развивается, и он вполне может стать положительным героем, если мы ему позволим. Если будут созданы условия, и созданы, в том числе, и окружения, в которых он может меняться. Можно меняться, конечно, вопреки, но это гораздо-гораздо-гораздо сложнее. И требует больше эмоциональных, и даже физических сил. Ну и в это не очень-то верится, читатель не очень будет верить, что вот герой был-был-был одним, а стал друг другим, несмотря на нашу понимание. вопреки всему. Это похоже на сказку, но, в принципе, есть читатели, которые сказку в это верят, и, возможно, для них и пишут эти сказки. Но если мы пишем ближе к реализму, то лучше избегать таких несоответствий. То есть испытывает трудности доверять, то есть он тянет еще и с предыдущих, из предыдущих конфликтов, из предыдущих этапов. Он не уверен в своей идентичности, и вот тоже предыдущий этап. То сложно ему будет делиться с кем-то другим, как он есть. Проговорили, ну, вскользь так немножко затронули, не говоря о позитивном пути. Ну, давайте поговорим более четко. Более четко. Если у нас герой состоялся, если он может отдать часть себя, если он нашел свою идентичность и не боится потерять его в отношении с другим человеком, то он, в принципе, прошел позитивный этап и готов двигаться дальше. Если же этого не происходит, то герой стремится к формальному личностному взаимодействию. То есть, привет-пивет, пока-пока. И дальше этого, дальше этого не идет. Посмотрите, как ваш герой реагирует. В том числе, это может проявляться и в отношении к миру. Например, он боится снимать себя на видеокамеру. Или боится еще какие-то моменты. Ну, так как у нас современный мир, можно писать им почему угодно. Боится выступать на публике. Тоже частый страх. Психологи говорят, что это второй страх после смерти. Ну, это сложно проверить. Я имею в виду страха. После страха смерти. А страху мирить. Вот. Он живет и боится доверительные отношения устанавливать. Боится свою индивидуальность потерять. И поэтому нам лет такие формальные личностные отношения, поверхностные контакты. Он боится рисковать. Особенно боится ситуации, когда это когда нужно быть когда важно быть близким, когда важно списиться, когда вот эта интимность от слова интиме, то есть близкий, прям плотность взаимодействия очень серьезная. представляет для них угрозу вот боится инстиковать и быть в близких отношениях. И какой важный вопрос, который он себе задает чуть ли не каждый день, могут ли быть у меня близкие отношения. ответьте себе и вашему герою на этот вопрос, и тогда можно будет понять, как будет развиваться дальше сюжет. Ну, естественно, сторона этой стадии это любовь. Подумайте, как героя можно проверить, может быть у него будет какая-то первая влюбленность, он будет бояться признаться в любви, допустим. Или он будет знать, что есть какая-то интересная возможность, но он будет бояться попробовать. Или про близкие отношения. Он хочет сблизиться с отцом, но помнил, что у него в детстве с ним не очень хорошие отношения были, и он не хочет первым быть инициатором возобновления отношений. Посмотрите, как ваш герой вообще чувствовать себя в этом период, что ему важно, какие у него проблемы, какие у него достоинства, умеет ли он любить, почему он не умеет любить, или любит либо только себя, либо наоборот полностью растворяется в партнере. Подумайте, почему это происходит, и тогда ваш сюжет будет развиваться еще более стремительно, более, более, так скажем, не то, что предсказуем, предсказуемость, она хороша иногда, но в меру. Сейчас, кстати, можно любые сюжетные линии прорабатывать, все равно на этапе редактирования у вас будет, у вас будет возможность, будет возможность проработать снова эти линии, линии взаимодействия. хорошего вам настроения, до скорых встреч, bye-bye-bye!